В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте! Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. В Владиславской области острая нехватка инвестиций в инфраструктуру, неэффективное управление и задолженность по заработной плате. Об этих и других проблемах говорили на масштабной конференции Минтранса. Украина в этом году выделила на развитие инфраструктуры всего 142 миллиона 537 тысяч гривен. Кроме того, мы катастрофически отстаем от других стран по росту ВВП. Украина, на жаль, втрачает транзитные перспективы в Черноморском регионе с оглядом на решительные действия Румунии, Туреччины и России. Ну, Румуния практически монополизовала с одноправным связком с Черным морем через Дунай. На конференции анонсировали расширение терминалов и реконструкцию причалов. Еще одна инициатива – восстановление дунайского пароходства. Ведь Украина стала первой страной, не членом ЕС, которая будет председательствовать в европейско-дунайской стратегии. 240 миллионов гривен из государственного бюджета получит Агрария Одесской области. Такую помощь хозяйствам планируют выделить из-за убытков от прошлогодней засухи. Сейчас соответствующие документы подали 1311 аграрных предприятий в регионе, сообщила директор профильного департамента облгосадминистрации Алла Стоянова. На каждое предприятие на площади не больше, чем 50 гектаров, и с разрешением 4-5 тысяч на гектар, но не больше 235 тысяч на одно господарство. Прививки налево за деньги. Полицейский спецназ задержал администрацию психоневрологического учреждения в Киевской области. Там подпольно продавали вакцину Pfizer. По предварительной информации, препарат для прививок против коронавируса, который был получен в рамках программы КОВАКС и предназначался для пациентов заведения, продавали посторонним людям. КОПЭ зафиксировали 14 случаев незаконного сбыта. Сейчас чиновникам грозит до 12 лет за решеткой. ПОТОЛКАЛИСЬ ВЕРХОВНОЕ РАДИО В парламенте произошла потасовка между депутатами. Причиной стало высказывание Никиты Патураева от партии «Слуга народа» в адрес ОПЗЖ. При обсуждении законопроекта о реформе нацсовета по вопросам телевидения Патураев высказался о расстреле представителей оппозиционной платформы. Тут нас питали, когда закончится эпоха бедности, тогда, когда закончится эпоха брехни. А закончится она тогда, когда повстанный народ вытягнет эту фракцию, сухопные статки которой, в связи с речным бюджетом Украины, и расстреляет. На жаль, мы демократичная страна, и мы должны идти повильно и уничтожить вас политично. Возмущенные представители ПЗЖ потребовали от Патураева извинений. Пробраться к трибуне пытался Илья Кива, но депутат «Отслуги народа» Николай Тищенко этому помешал. В итоге все закончилось потасовкой. Никита Патураев таки извинился, а спикер Дмитрий Разумков объявил 15-минутный перерыв. Погиб в огне. На проспекте Шевченко ночью угорела квартира. Огонь вспыхнул около 12 ночи. Во время тушения пожара спасатели нашли тело хозяина квартиры. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Троих детей с ожогами 30% поверхности тела госпитализировали утром в Березовском районе, в Ширяевскую районную больницу. Как сообщили в ГСЧС, самому старшему ребенку 4 года огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил техники безопасности отцом мальчиков, который разжигал печь. В Одессе из-за дождя затопила улицы Приморскую и Химическую. Сотрудники КП «Городские дороги» с помощью спецтехники вынуждены были дополнительно прочистить ливневую канализацию. Из-за затяжного дождя коллекторы не справлялись с большим количеством воды, из-за чего временно сократили движение троллейбусного маршрута номер 8. «Очищение производится за допомогою автомобиля «Мулосос» на базе КРАЗа и также за допомогою гидродинамической установки на базе автомобиля МАЗ. То есть машина «Мулосос» откачивает осадковую частину дощеприймача, где скапливаются муловые отложения, а также за допомогою каналопромивочной гидродинамической установки и бывает размывание, разжижение мулы. И когда выпадает большое количество осадков, безусловно, у нас все коммуникации работают, они находятся в исправном состоянии. Но при большом объеме воды, естественно, происходит выброс. Со временем она сходит. За незаконное обращение с оружием и попытку дать взятку полицейскому привлекают к ответственности жителя Любашовской объединенной общины. 43-летнего мужчину за рулем автомобиля ИШ остановили за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем правоохранители заметили обрез охотничьего ружья на полу возле переднего пассажирского сидения. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил копам отпустить его за 3000 гривен. Но те не согласились и вызвали следственно-оперативную группу из сотрудников прокуратуры. После обыска выяснилось, что оружие было заряжено. По словам мужчины, обрез он нашел на свалке и хранил с целью самозащиты. Видимості про події были внесены до единого реестру досудовых расследований за ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 369 Криминального кодекса Украины. За незаконное зберегание оружия, правопорушнику загрожено покарание до 7 лет позбавления воли. За пропозицию непременности полицейскому до 4 лет позбавления воли 34 автомобиля Ренодастер получили амбулаторные центры Одесской области. Средства на них выделили субвенции из госбюджета. Стоимость одного такого автомобиля составляет 414 тысяч гривен. Это транспортное средство является достаточно комфортным, скоростным и экономно расходует топливо, утверждают чиновники облгосадминистрации. На этих машинах будут выезжать врачи из амбулаторных центров. Смотрите, мы сегодня получили три автомобиля для трех громад. То есть центр у нас один единый, но он обслуживает три громады. Это Вилковская, Килийская и Суворовская ОТГ. Автомобиль был крайне необходим, потому что у нас автомобили, которые есть, уже более 25 лет, как они у нас находят. То есть они уже старые, древние и у нас находили, чтобы они только считали, скажем так. Оливковый прилив. Черное море зацвело в районе Одесского побережья. Экологи говорят, что это результат обельных осадков. Активно начали размножаться цианобактерии. Из-за их большого количества вода становится зеленого цвета. Ученые говорят, что цианобактерия вредна для человека, так как содержит нейротоксин. Это вещество влияет на работу нервной системы. Кроме того, цианобактерия может вызвать зуд, сыпь на теле, волдыри вокруг рта и носа. Если случайно напиться такой воды, можно получить отравление. Опасно ли именно это цветение моря, должны показать исследования. Но цианобактерия не самая страшная, что может оказаться в море после дождей. Все, что в городе Одесса, так или иначе, оно благодаря дождям смывается в море. И море в течение хотя бы трех, если большие дожди, не меньше пяти дней, желательно не купаться. Потому что оно загрязнено в том числе токсическими веществами. Нефтяных углеводородов, хлорированных углеводородов. Все то, что очень негативно влияет на здоровье человека. И таки мы увидели этот день корреспонденты. Седьмого канала следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону. 726-32-26 Оставайтесь с нами. Ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok